всем привет с вами bassett и сегодня у нас замечательные новости дело в том что relic entertainment анонсировали компанию heroes 3 продолжение легендарной real-time strategy серии про вторую мировую и кроме анонса они дали нам возможность поучаствовать в открытом при альфа тесте и сегодня я поговорю о том как вылет игра на текущий момент разработки что в ней нового и стоит ли нам ее ждать и покупать будущем сразу отмечу что текущая версия игры еще довольно сырая и я записан другом компьютере с более слабо видеокартой и она местами довольно сильно лагала тормозила да и в ней еще довольно много визуальных пробелов но беспокоиться не стоит потому что разработчики прям текстом говорят что это всего лишь альфа и к релизу все будет во много раз лучше и я на это тоже очень сильно надеюсь для начала нужно сказать что в этот раз у нас появится два новых театра боевых действий первый это италия здесь историческая операция хаски скорее всего и сражение в 43-44 году по сути это у нас компания о десанте британцев американцев и вообще сил союзников на юг италии на гражданскую войну в италии и вот все с этим связано да это достаточно мне кажется интересно этот театр практически не затрагивается в играх и фильмах ну по крайней мере ему точно делается меньше всего внимания стратегии про этот участок карты я точно никогда не видел поэтому будет классно поиграть именно вот с таким сеттингом компании как же сказал нам дадут играть за американцев и за британцев а также мы сможем управлять юридными отрядами содружества это солдаты из индии австралии канада новой зеландии то есть довольно интересный набор фракции под фракции и теперь вы конечно сможете вместе с англичанами там сидит альянсом за победу в евро 2020 и кроме того в италии разработчики обещают нам узкие горные цепи и широкие побережья плюс великолепная графика позволит насладиться богатым разнообразием ландшафтов это и правда очень классно второе место сражений у нас это северная африка и прямых кадров у нас отсюда нет нам не показывали какие-то скрины с африки но в конце трейлера прямым текстом на немецком говорится о прибытии фельдмаршала ромеля я думаю что разработчики дадут нам поиграть и как за фракцию союзников так и за африка корпс легендарного фельдмаршала ромеля хорошо акцент разработчики делают на хорошей графике и физике и это правильно потому что компанию хирос 2 вышла уже восемь лет назад прошло много времени и действительно хочется видеть что-то красивое новое и приятное давайте я просто процитирую слова разрабов цитата благодаря ультра современному с снегин от релик вы прочувствуете всю разрывную мощь минометного огня и корабельных обстрелов компании хирос 3 разрушить можно будет абсолютно все так что простор для тактических действий практически безграничен ну и от себя конечно добавлю что игра выглядит намного ярче и красочнее чем кох 2 это довольно логично и дело не только в том что графика поменялась а еще и в том что палитра цветов которые выбрали разработчики в кого было очень такой знаете пессимистичной давящий грустный потому что был восточный фронт и разработчики хотели сделать знаете такую сильно жесткую неприятную кампанию какую-то в каком-то плане жестокую да сейчас наоборот акцент на красивых итальянских пейзажах на таком знаете больше может быть голливудском экшене и соответственно игра стала выглядеть намного ярче гамму явно подкрутили в сторону красочности это приятно и в целом можем сказать что все графические новости звучат очень круто и в альфа тесте они смотрятся тоже вполне неплохо особенно разрушаемость ну единственное что нужно это конечно доставать свои кровные шекели и обновлять пока потому что игра мне кажется будет достаточно требовательны очень большой акцент помимо графики и самого визуала физики разработчики делают на кампанию как она будет выглядеть новая динамическая карта у нас появилась и действительно здесь можно будет раскрывать все преимущества песочницы как заверяют разработчики теперь у нас есть выбор места для атаки мы можем строить юнитов управлять вообще всем на большой глобальной карте на мой взгляд от этого игра с на это много интереснее потому что у вас будет разное и уникальное прохождение абсолютно каждый раз мне это очень напоминает серию total war но она и к лучшему ведь таких классных стратегических карт как в total war я не видел нигде и это круто потому что в целом вся эта кампания это не просто склейка 10 миссии с видеороликами прогулок и нквд как это было в кофе 2 а это полноценный интересный режим с большой вариативностью главное только чтобы разработчики не забыли про хороший сильный искусственный интеллект иначе закрашивать немецкие флаги издеваться над сторонниками дучи как-то быстро наскучит и очень-очень я буду рад естественно все в этом плане доработают до максимума вообще судя по при альфе разработчики цвет на уделяются этой синглплеерной кампании очень много времени и внимания потому что даже анкета которую они просят вас заполнить после прохождения состоит из кучи вопросов про тонкости этой самой компании вас спрашивают вплоть до всякой мелочи типа каких юнитов вы выбрали какие юниты вам нравились насколько они вас удовлетворяли и так далее то есть примут абсолютно каждую мелочь разработчики хотят знать это хороший знак на мой взгляд значит что сидит на будто неделю максимально интересной реиграбельной и приятной и будем смотреть ждать и надеяться но компания компании тут все понятно лично для меня как для бывшего киберспортсмена и заядлого любителя мультиплеера все-таки важнее именно режим сражений как он поживает здесь довольно много спекуляций было и в целом игроки конечно боятся и всегда думают что-то вроде знаете не скатился ли наш любимый коф в подделку как это произошло с давно for free можно выдохнуть спокойно друзья нет один один формат играется абсолютно также как компании of heroes 2 и если быть более точным большинство ключевых механик вроде ветеранство отступления точек укрытий подавление и всего прочего оставили то есть все вы так как мы любили компании of heroes 2 тактично красиво динамично ну и помимо всех этих старых плюшек разрабы обещают добавить еще больше техники уникальных карт и всего вот такого приятного в общем знаете такое наполнение контент вы понимаете о чем я это классно это хорошо и самое крутое здесь что если говорить кратко режим сражений режим мультиплеера то есть потенциальный особых изменений не претерпел и если вам очень нравился компании of heroes 2 как и мне в плане геймплея то вам понравится и новая часть и здесь я наверно оставлю фрагмент своей игры от первого лица против бота так здесь у нас представлена а вот альфа версия аэродрома который нужно мне перехватить вот как это все выглядит да то есть у стартовый штаб и есть сразу несколько юльтов почему один находится вот это в центре почему я не знаю возможно это просто момент сражения и два отряда из которых имеются скауты стандартные и остальное и кстати если могу строить технику вот и выглядит все примерно так же как это было в стандартной компании of heroes у меня есть несколько вариантов для техники у меня есть несколько пехоты и надо конечно перехватывать точки точки у нас как видите все либо топливные либо боеприпасные то есть обычных стандартных точек пока нету и где-то должен быть мой также оппонент база обратить внимание ничем нет защищать пулеметом за что сначала их вообще нет но пулеметов как-то поменьше хотя в принципе вот сбоку тоже есть два проходу рынка прикрываются и собственно также как и в старой части все идет от одной базы плюс построек который имеется вот рядышком можно заказать различные отряды вот и достаточно их много на самом деле давайте возьмем апгрейд то есть надо взять какой-то апгрейд давайте возьмем апгрейд на технику сейчас что в стройке их на более интересных технологических видов вот и будем посмотрим будем смотреть так сай будем посмотреть что у нас еще может подожди компанией 1 2 справа есть какой-то вот список юнитов я так понимаю это командирский вид и будущем на потому что у меня есть вариант заказать колеопа например счетник колеопа висбэнк у нас вот можно скидать флайер чтобы просвещать местности там еще какие-то способности которые дают бонусы я так понимаю что это в будущем будет сделано под командующих под генералов да но пока этого нет как и в стандартной игре в кампании хиро здесь есть укрытие у которых смотрите солдаты замечательно прячься вот так куда то есть они реагируют укрытия также есть желтый зеленый красный кавер так называемый то есть пехот получает больше местности то есть в этом плане так понимаю разработчики особо ничего не меняли ну и так хорошо на самом деле потому что эта система работала замечательно менять ее особо не нужно было здание теперь смотрите можно штурмовать даже по-особенному как вы знаете их можно по-моему даже укреплять и собственно сид на механика там здание поменялось так первая стычка сахары и я смотрю панцир гренадеры можно этим гранатку например попробовать да панцир гренадерный я смотрю со штургиверами граната пошла вот смотрите на гранатку отреагировал очень даже неплохо и может провести штурмовать здание да вот у нас есть кнопочка штурмов бричных называем но мы не можем смотреть здесь потому что у нас очень быстренько подавили огнем мой отряд еле-еле пытается отступить назад да и вот собственно меня прогнали ну и ладно собственно у меня есть еще один отряд пехоты поэтому давайте просто двигаться в центр а вот пока что показывает неплохой геймплэк кстати очень много ресурсов скопилось у меня да здесь видимо компанию heroes в этой части судя по всему я понимаю рассчитан все-таки на более жесткие сражения то есть пехота должно быть больше солдат должно быть больше и как-то да строить отрядов нужно тоже больше как мне кажется ну и по крайней мере на старте давайте вызовем джип на всякий пожарный еще дополнительно с командирский джип будем перехватывать дальнейшие дальше точки какие-то и пытаться захватить что территорию там какой-то отряд саперов побежал непонятный вражеский штурмоверы захватывают центр можно пробовать сейчас отбить эту позицию все будет ходить поближе ну или можно просто под гранаткой прокинуть его тоже прячется сейчас за укрытием неплохо подорвется да кстати на самом деле вся система уничтожения это пособо не поменялась да вот появляется у меня маленький м-20 визу как видите у нее просто буквально один пулемет непонятный до который нужен быть можно поставить собственно все что у него имеется плюс этим можно будет я так понимаю с него располагать минометы или что-то подобное человек его знает но тем не менее выглядит прикольно то есть будет достаточно много новых юнитов которые обязательно и разработчики обещали добавить и это интересно почему бы нет я только за смотрите 10 построил я так понимаю временный штаб да то есть можно вот за американцы взять временный штаб такая фишка уже была у советов в компании heroes 2 собственно это приятно всякие такие вот я вижу что на самом деле старой части очень много всего добавили нового да там очень много хорошо забытого хорошо приятного забытого старого да и вот цвет на эти моменты присутствуют это очень классно все эти вот фишки которые были в компании heroes 2 которые всем игрокам нравились они имеются и в текущей версии так у меня мало ресурсов да я вроде как давайте сделаем апгрейд на аэродром так сказать и посмотрим что он будет нам давать очевидно что приятное и давайте перехватывая дальнейшей базы противника у немца направить их также под шифту как это делалось в старой части да то есть через shift команд они даже захвата цветочки все возвращается здесь бойцы мне отстреливают звезда плюс я поставил один пулемет да и подпулемет не подать не могут гренадеры подавляются огнем как по стандарту да то есть эти пулеметом они про все еще продолжают ползти но далеко не не ползут и купить и модель очень хорошие соцвета прячется в страхе и теперь нарисовано в визуально очень классный да конечно сейчас графика не потрясающая при успешном этапе немножко лагает в тени бка альфа у меня к сожалению по причине вот но тем не менее визуал мне нравится визуал сделать более ярким чем это было компанией 1 20 компанией 1 зубы по восточной фронте вы сделали возможно специально таким знаете мрачным тяжелым давящим на психику здесь наоборот разработчики решили попроще все организовать и собственно какого то знаете какой-то вот видно что прошли из меня в целой гамме то есть это много ярче приятнее так сказать вот такой выбор и не сделали хорошо или нет уже решать лично вам лично мне это нравится вполне могу сказать что это достаточно приятно смотрится визуально и вот смотрите даже если кого-то поддержка с воздуха теперь которая работает все по всему дополнительно можно сбросить какие-то в себе бонусы можно провести разведку можно просто заставить авиации помочь я так понимаю они дадутся нет это апгрейды даже не сама авиация авиация вот она отдельно работают и можно отдельно вылетать а вот оно что есть апгрейды есть разве авиацию разработчики решили задействовать намного активность не так раньше как это было да где вот вызывается это только там а разово да теперь вот авиация постоянно присутствует очень круто кстати вот сейчас я заказал немножко авиаподдержки вроде по небольшому но немец спокойно отошел назад своей страж не понятно вот так же естественно можно как и в старых частях отводить домой и ремонтировать не ремонтировать не оболечить ну и собственно давайте построим танковый центр посмотрим как у нас хоть танки выглядят не знаю там что-то должно быть интересное ресурсов очень много кстати как видите строится пулеметчики которых я вроде не заказывал ну черт его знает компьютер видео мне помогает немного своими подразделениями да здесь на меня напали снова панцир гренадёры ай-яй-яй больно нормальная перестрелка здесь пулемета мы и подловили нам чисто зеленого быстренько я думаю успеем как и в стандартной компании хирос и вот отряд приход там не имеется халявный давайте тоже пойдем куда поближе к бою как и в старой части по-прежнему жестко доминирует на поле боя при желании собственно все хорошо хорошо здесь я отбиваюсь приятным есть у нас дополнительные солдаты давайте мы их быстренько подлечим до 10 это может поставить медицинский штаб при желании все в принципе как санта и вот у нас отдельно есть апгрейды в каждом таком буду штабе кидаут можно сделать допустим апгрейд на улучшенную броню а можно здесь апгрейд на минки какие-то вот и собственно вот наша техника на данный момент это шерман это халкет и конечно же бульдозерный шерман то есть в принципе сейчас можно будет заказать обычного шермана и посмотреть как у нас там работает техника я думаю что сам без изменений игра очень меня радует тем что она сильно похожа на классический кампанию хирос 2 и в этом плане она очень хороша на мой взгляд то есть самое главное что все сочные детали вроде пробросы гранат вроде укрытий вроде вот отступление митераса ребята оставили разработчики за это огромное спасибо потому что именно за это лично я любил кампанию хирос 2 я думаю что многие игроки тоже и собственно ощущается в принципе все очень-очень классно и приятно да и конечно только альфа и понятное дело что она не идеально даже не альфа это при альфа это еще раньше то есть вообще сырой вариант игры но даже так она выиграется очень неплохо классно давайте прокинем гранатку в этот броник пошла вредила противника двигаться или можно будет добить не знаю как и добивается ли здесь довольно больно давайте отойдем назад топливо не перехватил противник давайте его отобьем обратно одним отрядом каким-нибудь надо его приказать остановиться да и уничтожили мне к сожалению от воюте там который выступал все это меня перебил с опытом но я думаю что в целом теперь можно спокойно все равно подорвать его давайте так и сделаем в этой игре можно удушать абсолютно все то есть разработчики повысили разрушаемость уровня батлфилда что очень круто ну собственно именно за это будет классно как вода красиво разливается разрушаемость на самом деле должна играть очень важную роль она и так играет очень большую роль компании в херос 2 если вы играли там очень-очень много моментов где все разбивается разрушается и хорошо работает и меняет поле боя то есть если вы начали играть на карте и поначалу она выглядит достаточно так красиво обустроена то потом может остаться одни руины плюс конечно сильно меняется саму поле боя давайте попробуем покататься нашим шерманом ферман как видите едет куда-то там сторону меня все то же самое какая было раньше то есть есть способности то есть можно зарядить и какой дополнительный фугасный при ветеранстве можно будет потом сделать выстрел гоносором а вот кстати вражеский пак пак надо устранять с тем шерманом в принципе зашел я сбоку и должен справиться с ним спокойно и без проблем собственно заплатили очередную точку пока уничтожен думаю что в целом классно стреляют очень больно и ощущается очень мощно как и должно быть красиво мощно эффективно и мне это очень нравится за это огромный респект если вы видите даже вот в этой при альфе я думаю что на ревизе еще лучше будет очень классно и вот видите это находится база немцев за немцам пока вальфа поиграть нельзя к сожалению но вот можно заехать к немцам на базу за что-то все эти танки давайте подведем итог у меня сложилось хорошее впечатление от этой при альфы я надеюсь что компания херест 3 выйдет именно таким интересной тактической стратегии с большой вариативностью игры красивой графикой и наполненными экшном батальями в мультиплеере единственное что меня пугает сейчас это потенциальные системные требования баги какие-то лаги и вот все прочее что может быть в альфе в бете и даже на релизе но если мы отойдем в сторону от этого от практики от эмпирических данных и возьмем просто саму концепцию и идею то есть вот итальянская компания новый мультиплеер переработанные старые механики все замечательно выглядит очень бодро играется бодро и я надеюсь что также с уверенной поступью дойдет до релиза и все будет прекрасно я читал довольно много комментариев скептических про то что все таки релики хоронят эту часть коха но мне это совершенно не показалось в самом кох 2 у меня больше чем 600 часов и я думаю что игра получится 3 часть намного лучше чем даже предыдущая по крайней мере компания будет точно лучше ну а мультиплеер как видите по моим словам и как по кадрам которые мы сегодня видели особо не изменился поэтому я думаю что в целом устроит она и заядлых олдфагов тех ребят которые были старичками и коха 1 коха 2 и новеньких людей привлечет тоже очень много за счет компании некоторых упрощений и конечно же красной графики на этом друзья сегодня все как вам компания херстри что вы о нем думаете будете ли вы ждать будете ли покупать будете ли вы сами играть в альфа тест пишите ваши комментарии обязательно если вам понравился обзор не забудьте поставить лайк и конечно же желаю всем удачи и до скорых встреч